5 июня отмечается День эколога – Всемирный день охраны окружающей среды. Вот уже 18 лет в городе существует научное общество, родник руководит которым учитель географии школы номер 3 Елена Евгеньевна Горская. Посещают его ребята, увлеченные научно-исследовательской деятельностью. За эти годы ими было разработано множество проектов, которые получили заслуженную оценку на различных конкурсах – краеведческих, экологических. И в этом учебном году работа не останавливалась. Ученики третьей школы писали под руководством педагога свои ученые труды, не такие объемные, конечно, как у настоящих именитых ученых, но тоже очень значимые. Изучали то, что их интересовало, получая необычные результаты. Очень интересная работа девочки была, Мария Аветисян, о каблуках. Дело в том, что сейчас девочки все ходят в очень высоких каблуках. И мы заинтересовались, а как же высота каблуков влияет на осанку и позвоночник. И поэтому вот Мария Аветисян сделала работу очень хорошую. Мы ее представлять будем уже в следующем учебном году, в этом не успели. Она протестировала девочек 9 классов, 10 и 11 классов, посмотрела их высоту каблуков и сделала вывод, что высота каблуков, конечно, не соответствует той высоте, которая не причиняет вреда нашей опорно-двигательной системе. Эта работа также очень интересна и полезна, так как дети должны знать, что высокие каблуки, неудобная колодка приводит к искривлению позвоночника и даже к тому, что почки будут находиться ниже, чем полагается. Поэтому эта работа также актуальна. Девочки из 5 классов сделали очень хорошую работу о здоровом питании. У нас проводились конкурсы «Вкусный салат», «Полезная каша». Это еще мы успели сделать до февраля месяца, поэтому эти мероприятия у нас проводились в школе. Поэтому о здоровом питании мы тоже много говорим, и оно приносит свои плоды. Вика Горбунова, ученица 6 класса, заинтересовалась темой изучения изменения климата в нашей Ивановской области за несколько последних десятилетий, сделав вывод о том, что глобальное потепление – это не прогнозы, а уже наша действительность. Мне стало интересно, какие необычные климатические явления происходили в Ивановской области, в моем родном крае. Я побеседовала с мамой, бабушкой и учителями моей школы и узнала, что в нашей области были некоторые необычные явления. В 1984 году был восхищительный смерч, где более 80 человек погибли. И 900 человек пострадали. Затем я вышла на сайт Росгидрометцентра Ивановской области и обнаружила информацию о других опасных климатических явлениях. Меня очень удивило северное сияние, которое было 17 марта 2015 года. Это явление вообще не характерно для наших широт. В 2016 году было еще одно удивительное явление – гало. Смерчи, шаровые молнии, грозы, ураганы, ледяные дожди. Если с 1954 года необычных климатических явлений было зарегистрировано на 7, с 2009 по 2011 – 4, то с 2015 по 2018 год было зарегистрировано 11 природных рекордов и аномалий. Увеличилось количество осадков и необычных климатических явлений, связанных с ними. Я провела анализ температур теплого и холодного сезонов года по таблицам погоды за 10 лет. Из диаграммы видно, что зимние и летние температуры стали выше. Это показывает линия тренда. Эти данные подтверждают опасения ученых о глобальном потеплении, то есть о повышении зимних температур. Если летние температуры увеличились незначительно, то зимние температуры увеличились на 3-5 градусов. Здесь мы еще учим ребят, как вести себя во время опасных явлений, что можно сделать, где можно укрыться, например, от смерча, что нужно делать, когда увидели обрыв проводов. Поэтому здесь у нас ребята еще и учатся правилам поведения в природе. Ребята привыкли беречь природу, беречь и преобразовывать лучшую сторону. Мы сажаем цветы, сажаем деревья, ухаживаем за клумбами, кормим бездомных животных, помогаем приюту майский день. Ребята из общества родник приходят к малышам, проводят классные часы, готовят замечательные экологические игры, где ребята уже в начальной школе привыкают, что нужно, если развернула конфетку, положить фантик в карман, а не бросить на землю. Они даже говорят своим родителям, как нужно вести себя на улице, и это нас очень радует. Потому что, если мы научим ребенка с детства беречь листик, взрослый он не срубит дерево. Ребята очень заинтересованы охраной природы, но, конечно, очень многие взрослые ведут себя неправильно, поэтому нам нужно все вместе объединиться и беречь природу всем вместе. А то получается, что дети у нас берегут природу, а взрослые ее нарушают. По словам Елены Евгеньевны, карантин сбил все планы родника. В июне не начнет работу экологический лагерь, а хотели сделать многое. Продолжить исследовать природу планировали восстановить могилы ветеранов, за которыми они ухаживают уже последние пять лет, так как родственники уже не в состоянии это делать. Ребята с педагогом планировали заняться восстановлением 12 родников, которые пришли в негодность. Но неблагоприятная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. А в День эколога, который члены родника считают и своим праздником, они говорят о том, что природу надо любить, беречь, охранять. И это не просто красивые слова, а призыв к действию. Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность, заботиться о нашей окружающей среде. В День эколога желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше. Во Всемирный день охраны окружающей среды хотелось бы пожелать дышать полной грудью чистым воздухом счастья, не забывая о том, что чистота и красота этого мира в наших руках. Пусть жизнь плещется прозрачными озерами любви, пусть в ней проливаются дождем успеха и светит яркая радуга чудес. Почетная миссия, славное дело, природу беречь и хранить. Эколог – профессия нужная очень, об этом нельзя позабыть. Мы всех, кто причастен к охране природы, поздравить сегодня должны. Мы скажем спасибо за вашу заботу, дела ваши очень важны. И зелень лесов, и речную прохладу храните вы день ото дня. За ваши старания мы благодарны, и вам благодарна земля.